Добрый день! Зовут меня Сигизбаева Кинжу Гулькунспаевна, и тема сегодняшнего занятия — это функциональные стили современного русского языка. Итак, сегодня на занятии мы с вами рассмотрим следующие темы. Первый вопрос — понятие о функциональном стиле. Второй вопрос — основные особенности официально-делового стиля. Третий вопрос — специфика разговорного стиля. Четвертый — особенности публицистического стиля. И последний вопрос — особенности научного стиля. Функциональный стиль — это исторически сложившаяся и общественно осознанная разновидность литературного языка, его подсистема, функционирующая в определенной сфере человеческой деятельности и общения, создаваемая особенностями употребления в этой сфере языковых средств и их специфической организации. Литературный язык — это прежде всего нормированный язык. Нормы языка считаются обязательными и закрепленными. В эту систему входят частные нормы — произношение, словоупотребление, написание, формообразование и другие. Литературные нормы являются не только обязательными, но и правильными, образцовыми. Говорящие и пишущие должны соблюдать эти нормы. Без этого язык не может успешно выполнять коммуникативную функцию. В понятии кодифицированной языковой нормы обычно включают следующие признаки — это устойчивость или стабильность языка, распространенность и обязательность соблюдения норм, преемственность, авторитет источников, динамичность нормы, а также вариативность нормы. Понятие нормы характеризует не только литературный язык, но и разговорный. Разговорная норма имеет более широкие рамки отступления, не такие жесткие, как в письменной форме. Итак, рассмотрим более подробно стили речи. Первый из рассматриваемых стилей — это официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль — это стиль официального документального общения государства с государством, государства с гражданином и граждан между собой. Официально-деловой стиль — это стиль деловых бумаг, это язык документов, обслуживающий законодательство и делопроизводство. В официально-деловом стиле, кроме общих норм, присущих всем стилям, есть свои особенности. Например, в официально-деловом стиле имеются свои шаблоны, свои стандарты. Например, «мною подписаны», «нами заявлено», «мы ниже подписавшиеся» и другие. Каждый текст этого стиля имеет характер документа. Поэтому официально-деловой стиль используют строгие стандарты способов выражения. Основными чертами официально-делового стиля являются точность, краткость, конкретность, чёткость. Слова используют только в прямом значении и чаще однозначные. Официально-деловой стиль наиболее консервативный, то есть наиболее устойчивый из всех книжно-письменных стилей. Языковые изменения, естественно, присущи всем стилям, но вот в официально-деловом стиле они происходят очень медленно. Это самый статичный, самый устойчивый стиль. Можно встретить в языке документов слова и выражения, давно устаревшие и по этой причине не употребляющиеся в других стилях. Например, верительная грамота. Официально-деловой стиль делится на несколько подстилей. И один из таких подстилей – это дипломатический подстиль. Дипломатический подстиль встречается в дипломатических документах, например, как дипломатическая нота, заявление правительства, верительная грамота и другие. Этот подстиль отличается специальными терминами, большая часть которых интернациональная. Например, статус-квон – это сложившиеся существующие положения вещей. Преамбула – то есть вводная, разъясняющая часть международного договора закона. Персона-гранта – дипломатический представитель, пользующийся дипломатическим иммунитетом, то есть неприкосновенностью. Персона-нон-гранта – это дипломатический представитель, которому отказано в доверии и дипломатическом иммунитете со стороны правительства той страны, в которой он пребывает. В отличие от других подстилей, в языке дипломатических документов встречается высокая, торжественная лексика для придания документу подчеркнутой значимости, а также используются общепринятые в международном государственном общении этикетные формулы вежливости. Например, прошу вас, господин посол, принять уверение в моем высоком уважении. Или же Министерство иностранных дел свидетельствует свое почтение. И так далее. Следующие – это документальные подстили, или иначе говорят юридические подстили. Это юридический язык законов и указов. Это язык законодательных документов, связанных с деятельностью официальных органов. Ему свойственна лексика и фразеология гражданского и уголовного права, различных актов, кодексов и других документов, обслуживающих официально документальную деятельность государственных и общественных организаций, а также граждан как официальных лиц. Следующий подстиль – обиходно-деловой подстиль, или иначе говорят канцелярский подстиль. Он встречается в деловой переписке между учреждениями и организациями, а также в частных деловых бумагах. В этом подстиле строгость составления документов несколько ослаблена. Деловые письма и иные бумаги могут быть написаны в произвольной форме. Основной стилевой чертой официально-делового стиля является долженствующий характер документа. Стилевая окраска долженствования достигается с помощью употребления наречных слов, например, «следует решительно ускоренить», «обязанный неукоснительно соблюдать». Также используется глаголами в неопределённой форме, например, «не применять настоящего положения», «не допускать таможенного оформления» и так далее. Другой специфической чертой официально-делового стиля является безлищенность выражения, то есть нет конкретного лица. Третий признак – чистота использования собирательных существительных, таких, например, как граждане, правосудие, оборудование и так далее. Четвёртый признак – точность формулировок, «не допускается и на толкование двусмысленности». Следующий признак – характерная черта повторяемости терминов в силу невозможности использования синонимов. Шестой признак – использование шаблона, стилистических клише, языковых стандартов. Стандартизированность текстов объясняется использованием большого числа устойчивых словосочетаний. В синтаксическом плане этому стилю присущи усложнённые синтаксические конструкции. Каждый документ этого стиля имеет строго расположенный состав реквизитов, то есть имеет стандартную композицию. Каждый документ можно разделить на три основные части. Первая часть – заголовочная, в неё входят реквизиты, расположенные до текста. Вторая часть – основная, а основную включаются реквизиты текст документа и отметка о наличии приложения. И третья часть – оформляющая, она содержит реквизиты, расположенные ниже текста документа. Теперь поговорим о специфике разговорного стиля. Разговорные стили используются прежде всего в быту, например, на улице, дома, в автобусе, в магазине и так далее. Но также встречаются и в профессиональной сфере. В быту разговорный стиль проявляется в устной форме и в письменной форме. В профессиональной же среде чаще всего используются в устной форме. В качестве основных признаков разговорного стиля выделяют следующие. Во-первых, это неподготовленность речи, её экспромный характер. Второй признак – неофициальность отношения, иногда даже фамильярность. Третий признак – использование невербальных средств, то есть используются мимикой и жесты. Неполные предложения дополняются мимикой и жестом. И четвёртый – непосредственное участие говорящих. Часто используется диалог, хотя возможен и монолог. Разговорный стиль отличается непоследовательностью изложения. Речь прерывается, присутствует личностный характер речи. В данном стиле используется некнижная лексика, чаще вне литературная. Это просторечие, жаргоны, арготизмы и диалекты. Используются разговорные фразеологизмы, речевые стандарты, лексика с суффиксами субъективной оценки. В разговорном стиле высока степень использования разновидностей полисемии, то есть многозначности. Среди словообразовательных средств характерны использования суффиксов с функциональной окраской. Например, суффикс «ка» – раздевалка, читалка, курилка. Суффикс «ум» – дрочун, болтун, говорун. Суффикс «яга» – стиляга, деляга, скромняга. Суффикс «ятина» – тухлятина, дохлятина и так далее. Также используются суффиксы с уменьшительными, ласкательными, увеличительными значениями. Например, ящичек, лампочка, домище, холмище. Употребительные также сложные слова – дармоед, тугадум. Употребительные просторичные и разговорные прилагательные. Например, очкасты, кусачи, толстены, глаголы – дерябнуть, щегольнуть. А также глагольные междометия – шасть, бух, прыг, скок и так далее. Распространены в разговорном стиле личные формы – нас, вам, меня и так далее. А также притяжательные формы – серёжин, валин, тётин и так далее. Своебразен также и синтаксис разговорного стиля. Эмоциональность и экспрессивность передаются неполными предложениями. Ну, хватит, замечательно, спокойствие. В неполных предложениях могут быть опущены второстепенные члены, чаще главные. Например, воды, графинчик бы. Нередко применяется синтаксический приём порцеляция – это интонационное деление предложения на отрезки, выделяемые как самостоятельные предложения. Порядок слов в разговорном стиле свободный. К неязыковым средствам относят смену темы разговора приём-сравнение. Особенности публицистического стиля Публицистический стиль присущ периодической печати, общественно-политической литературе, политическим и судебным выступлениям. Публицистический стиль существует в словесной форме, в устной и письменной, в графической форме, в изобразительной форме, например, плакат, карикатура, в фото- и кинематографической форме, например, документальное кино, на телевидении используют. И также публицистический стиль используется в других формах. Одной из главных функций данного стиля является информативность и воздействие на читателя и слушателя. Это связано с публичными выступлениями, отстаиванием своих взглядов. Этот стиль сопряжён с простотой и доступностью изложения. Нередко используется призывность. Особенность этого стиля – это стремление к новизне изложения, в попытках пользоваться необычными, неизбытыми словосочетаниями, избегать повторов слов, повторов конструкции и так далее. Среди основных черт данного стиля выделяется его своеобразная собирательность. Она находит воплощение в частом используя местоимения, таких, например, «мы», «наш», а также глаголов первого, третьего лица в обобщённом значении. Собирательность претендует на выражение мнения большинства. Это очень характерно для публицистического стиля. Некоторые разряды слов являются типичными для публицистического стиля, и им дано такое наименование, как «газетизмы». Данный термин был введён солгаником. Солганик в газетной лексике выделяет несколько пластов лексики. В первый пласт отнесены концептуальные слова. Ядро этой группы составляет общественно-политическая лексика, поэтому данный пласт называют пласт общественно-политической лексики. Это подлинно публицистическая лексика, обладающая всеми признаками публицистического стиля. С точки зрения оценочности эти слова можно разделить на актуально оценочные и потенциально оценочные. Так, под влиянием перестройки общества социально-политическое звучание приобрелись такие слова, как парламент, платформа, инициатива, администрация и т.д. Регулярное употребление данных слов приводит к образованию на их базе устойчивых выражений. Например, «ключевая фигура», «чеченский след» и т.д. Среди концептуальных фразеологизмов мы можем также отметить фразеологизм «смена режима», который также активно используется в публицистическом стиле. В связи с современными реалиями утратили отрицательную оценку такие слова, как «бизнесмен», «предприниматель», «частник», «собственник», «коммерция». Вспомните, в советскую эпоху данная лексика имела отрицательную оценку. И наоборот, слова такие, как «патриот», «патриотизм», «советский» после советских времён перестали восприниматься как позитивные. Следующий пласт, который выделяет Солганик, это «оценочная лексика». В эту группу входят социально-оценочные слова, не являющиеся общественно-политическими терминами. Этот пласт лексики формируется также из разных разрядов слов. Среди них можно выделить такие группы. Например, из области военного дела. Например, такие слова, как «лагерь», «мишень», «бреж», «диверсия». Из области медицины можно привести такие примеры, как «зародыш», «паразит», «симптом», «эпидемия». Из области искусства и литературы – декорация, «марионетка», «пародия», «подголосок» и другие. Из области спорта – команда, раунд, допинг, тайм-аут, игра и другие. И обратите внимание, данная лексика очень часто используется в публицистике, иногда в прямом значении, но чаще в переносном значении и чаще всего с отрицательной оценкой. В группе книжной лексики противопостоит поток просторечной лексики, образующей подчеркнуто сниженный стилистический фон языка газеты. Например, такие, как «потрясный», «модерновый», «отпадный», «чтиво» и так далее. Этот процесс стал более продуктивным в наше время, о чём свидетельствует поток новых просторечных слов, проникающих в публицистические тексты. В отдельную группу негативно-оценочных слов следует выделить лицемы, обозначающие животных. Они также активно, очень часто используются в публицистике. Введение их носит образно-симфолический характер. Например, мы часто в газетах встречаем такие слова, как «акулы-пера», «волчий закон», «осиное гнездо», «киты закона», «волчье логово» и другие. И солганник выделяет ещё третий пласт. Третий пласт он называет «неоценочная лексика». Неоценочная лексика выполняет информативную функцию. Она указывает на год, время, место, объект и субъект действия. Это самые частотные слова публицистического стиля. Газетная лексика регулярно пополняется новыми тематическими группами слов. Публицистический стиль тяготеет художественному, научному, разговорному стилю. Он как бы стоит в центре и вбирает специфику всех стилей. Но основное отличие от всех других стилей в её всё-таки оценочности. Стиль научной и учебной литературы. В рамках научного стиля, в зависимости от характера адресата и цели общения, сформировались следующие подстили. Это собственно научный подстиль, научно-учебный подстиль, научно-технический и научно-популярный. И давайте кратко охарактеризуем их. Первым мы сказали собственно научный подстиль. Адресатом являются и учёные. А целью является получение нового знания о природе, человеке и обществе. Следующий подстиль – научно-учебный. Данный подстиль адресован студентам, ученикам. Цель этого подстиля – усвоение научной картины мира. Третий подстиль – научно-технический. Адресатом этого подстиля являются специалисты технико-технологического профиля. Целью данного подстиля является применение достижения фундаментальной науки в практике. В некоторых учебных источниках в научном стиле выделяют три подстиля, потому как, собственно, научно-технически они объединяют, у них очень много общих признаков. Поэтому некоторые внешнесты выделяют три подстиля. Мы сегодня выделили четыре подстиля. И четвёртый подстиль – это научно-популярный. Адресатом являются широкие слои населения. И цель данного подстиля – повышение общего культурного уровня народа. Основными специфическими чертами научного стиля являются отвлечённость или отвлечённая обобщённость, как мы говорим, и логичность изложения. Отвлечённый обобщённый характер изложения подчёркивается абстрактной и специальной лексикой, использованием глаголов несовершенного вида, местоимений в третьем лице, неопределённо личными предложениями и так далее. В научной литературе используется авторское «мы», употребляемое как выражение скромности и признака объективности изложения. То есть в научном стиле не используются глаголы первого лица и местоимение «я». Чаще всего используется местоимение «мы». Логичность изложения достигается применением следующих средств. Первое – это связь предложений при помощи повторяющихся существительных. То есть в научном стиле очень часто повторяются ключевые слова, и чаще всего это имена существительные. Далее – употребление наречий, указывающих на последовательность течения мысли. Например, сначала, прежде всего, далее, потом и так далее. Далее – логичность изложений достигается при помощи использования вводных слов, выражающих отношения между частями высказывания. Например, следовательно, во-вторых, наконец, таким образом и так далее. Употреблением союзов «так», «как», «потому что», «чтобы». Использованием конструкций и оборотов речи, таких, например, как «теперь остановимся на свойствах» или «далее отметим» и других. В научном стиле чаще используются сложно подчинённые предложения, причём осложнённые предложения различных конструкций. Используются слова в прямом значении, чаще однозначные. Очень часто используются термины, и в данном случае термины иноязычного происхождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...